Всем привет, друзья! Два часа, но у нас сегодня проблемы, поэтому поздно выходим в эфир. Что-то произошло у нас сегодня с канализацией. Похоже, сдвинулся бак опять, который идет... Канализационный бак, короче, 4-метровый закопан он за оградой, за забором там, на глубину 2 метра. Вот, и... Видимо, зима-лето, он как-то ходит у нас. В том лето, или в позатоле было тоже проблема, что труба перегнулась. Пластиковые же сейчас трубы-то... Ну, по уму надо было, конечно, менять на чугун, но что-то там проблемы какие-то были, а? В другом в этот раз, вот непонятно, что случилось. Сейчас они копают уже туда к баку. Похоже, стык бака, потому что мы проходим тросом до самого бака на 8 метров. Получается, что... И упираемся во что-то. Похоже, что стык бака, куда вот врезана трубка, то ли сварка полетела, или что-то сдвинулось. Наверное, он двинул собак. Ну, говорю, зима-лето, видимо, земля ходит. И, похоже, то ли сварку сломал, то ли что. Вот они сейчас с отцом копают, Матвей вон сидит, отдыхает, отец копает, по очереди копают. Там надо на полтора метра, как минимум, точно копать. Траншейку. Ну, такую яму. Вот. И смотреть, что там происходит. Так что, вот так, пока везде тазы наставили, вот спускать нельзя. Жарче, беда-беда. Когда канализации нет, большая семья, сами представляете, ни посуду не помыть, стирка встала у меня. А получилось как? Мы с утра с Матвеем, я говорю, Матвей, давай банки спусти. Вот. И Матвей полез в подвал, а там у нас, ну, как бы, вот на такой случай, когда какие-то проблемы, стоит бочка под стыком, стык не герметичный, и если что-то происходит, то он, в общем, начинает стык бежать в эту бочку. Он говорит, мама, бочка полная. Ну, и все. И мы погнали проверять точно. Вода не идет по этой трубе. Короче, беда-беда. Вот такие вот пироги сегодня. Вот. И иду-то приготовить толком не можем, потому что воду не воспользуешься. но сейчас вот гречу отварю. Утром-то мы, что мы ели, я не помню, яйца жарили, да так, что-то поели, сейчас еще обед. Ну, иди подуй, она вот такого диаметра. Да. А что там подуешь? Там не может быть засора, понимаешь, вот такие трубы на сколько, на 100 там она, наверное, да, они не засоряются, такие трубы, она под хорошим наклоном, там все. То есть тут, и мы пихаем как бы палку, вот такую толстую бревно, мы его нарастили, там все пластинами, 6-ти метровую, толкаем и упираемся во что-то, ну, как будто бы в бак, в стенку бака, потому что раз и все, и вот. Ой, короче, вот так. Ну, ладно, сейчас вот эту проблему будем, короче говоря, решать, не знаю, решим сегодня, не решим, потому что если вдруг сейчас докопаются до стыка, там все нормально, то значит где-то раньше проблема, и дальше копать надо, в общем, вот так. И как бы не пришлось всю вообще эту пластиковую трубу потом менять, а то придется к самому дому копать, а это, считай, 5 метров траншею надо рыть, руками-то не так быстро, на 3 дня затянется. Такие дела. Деда Паше позвонили, он говорит, я у Андрея, это у Алешиного брата, говорит, канализацию делаю, и я говорю, что за день сегодня? Так что, друзья, пишите, у кого еще все эти проблемы с канализацией? Бабушка пришла, говорит, там сказали, магнитные бури, я говорю, ну вот на это и влияет, на токи воды. Ой, кошмар. Ладно, что уже, не до смеха, конечно, но что делать? Приходится шутить в такой ситуации. А я что, я только творог вот откинула, пока больше ничего. А кабачок мы утром изжарили еще. И все, и вот копаемся с этим все. Ладно, иди давай копай, папа тебя ждет. Он ждет, когда гречи сварятся, есть уже все хотят. Ну, пока вот так. Пока это выглядит вот так. Сливу пришлось вырезать, тут алыча была. Ну, вот, бак вот так вот идет, 140 и туда 4 метра, по-моему, он сказал где-то, или сколько, не знаю, короче говоря. Что-то длинное, в длину-то туда идет. В общем, вот такие дела. Да, они все обижали, не знаю, никто не копает. Кругами бегаем, видимо, Алеша, послышав, там зашел, а я выхожу в эту дверь. Не столкнулись с ним. Такие дела, так. Ладно, молоко у меня все забрали, банки стоят пустые. Дед тут с водеем, что-то мастерят. Потихоньку. Ладно. В общем, такие дела. Лишь бы дождь не пошел, да? А то сейчас как хлынет, и вся яма наша, глиной затечет. А еще тучу ходит, страшно. А ты что? Даже сейчас забыл с подвал, стык и чтил, чтобы там... Угу, сейчас. До стыка дошли, друзья, но говорит, стык нормально, он не ушел. Неужто зря копали вообще, кердык? Будет туда дождь, главное, такой идет. Смотрите, мокрое вокруг. Там уж пленку натянули. Да, Паша приехал, тоже чередуются, то один, то другой копают. Ну и что там, Алеш? Непонятно, да? В стыке нет дела. А камни и так же... здесь не видно. А так там тоже не видно. Там видно. Я тут паду с этой глиной. Нет, так ты вон там, стой, стой. А, вон она, где труба-то, да? Да, я поняла. Ну это бак уже идет? Где? Или это не бак? Это патрубок, мне кажется, нет? не знаю. Хе-хе. Вот все обзыплю. О, гореть надо. Ой. Ну, хоть не так глубоко, да, оказалось оно все-таки? Это Паша, предлагает мне, это, зарывать землей. А как? Мин ватой. Мин ватой запихать? А сверху землей, чтобы если надо, потому что... быстрее, да, докопаться? откапывать. Ну, может и правильно. Да, такая глина, главное, к лопате прилипает, вообще невозможно. Надо же, дождь еще пошел. Главное, обещают, что дождь-то будет еще всю ночь, и у нас вот эту яму может просто залить водой-то, если еще сильнее пойдет. Ладно, пока крапает просто. В общем, так вот. сейчас будем смотреть, полезем в подвал, сейчас оттуда будем тыкать и смотреть, докуда доходит, где все-таки проблемы. Но сейчас оголят, еще надо посмотреть, как она в бак входит, не входит, вот труба. Тут же непонятно пока. Так. Так, ну, в общем, нашли мы, кажется, где у нас перелом трубы. Вот. там вон, где Алюша сейчас откапывает, там полочка металлическая. Да, короче, так же, как в прошлом году, помните, делали тоже, через нее переломилось бак. Не в прошлом, не в два года, три или четыре назад. Поза том, мне кажется, нет. Мне кажется, в прошлом, где-то Паша сказал. да нет, в 22-м. Ну, вот потом посмотри по видео, я же помню. Вот. Короче, переломилась она на этой полочке, и это, сейчас мы ее болгаркой перепилим, и она должна выправиться. Перегиб получился. Вот эти пластиковые трубы плохо тем, что перегиб. а под них вот эти сделали. Так, может быть, вот эту надо обрушить, да? Чтобы очищать. Пока еще не видно перегиб-то? Да есть он, есть он. Все тут, 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 тут же ссамок. Нет, я к тому, чтобы ты показал, как там перегнулась-то. Опля. нам надо это заснять хотя бы для себя, Алеш. Что тут происходит? И сколько таких полочек еще, маленькую, а сколько все, все думаешь? Их две было? А тут спилили, и что вы там сделали? Алеш, ты не помнишь, что-то в том году спилили, ну, позатом, и потом что сделали? сейчас они оголят это место, я вам покажу поближе, попросу, что снять. там такая стойкая буквой Н, Получается. Подставка, чтобы отрубаю, это, не уходила вниз, она такая, помешала. А ты вот этим скребочком убери все деньги, сейчас откопаем. Фу, ну ладно, хоть нашли, а то уже думали, что дальше придется туда копать. Это кертык. У Андрея с этим забилось. Я говорю, это все магнитные бури. У Андрея тоже монтажные ошибки. Септик-то этот, ага. Он тоже у них какой-то перегиб. Ну там тоже это, я пришел там прочистили, а потом горячей водой. А, там просто засор был, да? И вантусом продавили. То есть у него там на 5 минут, а у нас на 5 минут. Он полдня провозился. Да? А тут как-то в прошлом году он этих вызывал. Мастеров? Ну, там приезжали с компрессором. Вот тоже септики-то эти дорогущие, а толку нет. не так все без проблемно, да? Ну-ка, давай, Алеша, я сейчас сам сделаю все там. Сейчас. Это болгарка, где она? А, сейчас Матвей принесет. Большая, да? Ага. Матвей-ка! Сейчас он может придется где-то диск ставит на нее сейчас. Большой, это не подлезти. Что, видно, нет, что изгиб-то? Сейчас я это. Съезжу домой. Я ведь хотел взять болгарку-то. Да нет, что она, мне кажется, нормально. Я еще подумал, где-то еще можно стульчить. Ну, я тут тоже так же. Сейчас я выберу самолет. Да. Вечно можно смотреть, как работает. Смотрите, сегодня 4 самолета, Алеша, летят. А что сегодня за праздник? Истребители видели? 4 штуки летят. Вот сейчас видишь. Так, вот стульчик и вот перегиб из него и она так вот сплюснута. Да. снизу делай, чтобы видно было. А как снизу? Вот так? Вот и все. А что сегодня за праздник? Почему пилотные группы летают? Может быть, идет тренировка. День города что ли? Или что будет? Тренировки какие-то. Самолета 4 истребителя в раз пролетело группой. Ну, это как вот на день города летает. Наверное, как-то тренировка. Матвиша, да, болгарку надо. Так я включу. Сейчас включу. Пока подожди, еще то, кто зачем думает. А здесь плохая, да? Китай. Все понятно. Сейчас перекинем. Матвей, давай гараж сейчас, открой, иди. Иди, гараж, открой кабель, перекинем. Положи у них болгарку. Да, сейчас. Так он говорит, это плохая розетка, которая в гараже. Ну, пробуй, пробуй. Дотянется, включай. Тут в натяжку и так уже. аккумуляторная это никак нельзя? Деда Паша говорит, что это большая не пролезет. Не пролезет? Большой это нет. А в уголок какой перепили? 50-й? Надо вот этот слезать. Думаю, она слабая. Долго ей пилить. Ну, я сейчас попробую этой большой. Если что, домой свежу. У вас электрическая маленькая, да? Ну. Так, все-таки не поймут. Все потоком уже. Что? Смотрите, вот та высоко, бак высоко, труба прогнулась. Что гнуло трубу? Грунт, что ли, ее прогнул? Ну, что она не шевелит? Коряга? Труба. Нет, не труба. Сутика. все-таки перешевелит? Нет, пока. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Поднимаем трубу, забиваем колышки. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас, может, кувалда придет? Прекрасно. И что, еще кривая? Нет, все, хватит, наверное. Да, хватит? А эта сплющенная поправилась? Да, ее нагревать надо. Сейчас я фен принесу. Я не вижу отсюда. Не видно, но оно видно, что вот шире вот это место. Сейчас фен надо сжимать. А чем? В тот раз феном, Ариша, грели? Ну, сжимали, а сейчас несем. А сейчас оно под напрягом. Сжимать-то нечем. Надо сжимать, тогда греть. Ты думаешь? Не знаю. А чем сжимали? А чем попало? С трубциной какой-то. Зеленой струбциной и с дверцами. Ну и все. Зелеными? И что, стык расправился маленько? Вода пойдет или нет? Да пойдет. Ну и все. Все, 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 половать. Заканчиваем. Сейчас мы будем делать это. Завершу ролик. Да, друзья. В общем, нет положительного эффекта. Чего не делали? Мы вот уже 7 часов всяко-разно пробовали. Деда Паша даже компрессор привез. Окошко уже вырезали в этой трубе. Ничего не можем сделать. Все, везде проходы есть. Канализация не уходит. Прям чудеса какие-то. Ну ладно. Завтра они будут продолжать эту проблему всю решать. Мы сейчас пошли управляться. Еще, может быть, доедем до магазина. Потому что продуктов даже макарон уже кончились. В общем, варить надо. Ну, в общем, доехать надо до магазина. Хлеба нету даже. Сегодня уже все съели. И надо в магазин. Вот на наш блядь. Сейчас поедем, а лишь завершая ролик. А то монтировать долго не могу сегодня. Ладно, давайте до завтра. Все, пока-пока.